Свершение погребальных обрядов Видя брата своего убитым, Випхишина сказал со слезами на глазах «О, могучий, то, что я предрекал тебе, свершилось! Ни ты, ни Кумбхакарна, ни Индраджит, ни Прохаста не внимали моим речам ослепленные высокомерием, и вот исполнилось предсказанное мною Бых из рода ракшасов сражен тигром Рамою Жены Раваны вышли из чертогов, услышав весть о гибели их повелителя, охваченные горем, с распущенными волосами, стеная и плача Выйдя вместе с прочими ракшасами из города через северные ворота они, вопя, о господин наш, о супруг, о жизнь наша побрели по полю битвы, скользя в лужах крови и спотыкаясь обезглавые трупы, словно стадо слоних, лишившееся своего вожака Увидев мертвого Равану, распростертого на земле они упали на тело его, подобные срезанным с дерева лианам И одна обнимала его за шею, другая приникла к его ногам Третья схватила его руку, откинувшуюся в сторону Четвертая, рыдая, вглядывалась в его лицо И Мандодари, первая из жен Раваны, упала на грудь его, восклицая жалобно О, могучий победитель богов, ты, перед кем трепетал сам Индра, как позволил ты убить тебя смертному? Нет, я не верю, что это свершил Рама Эта самосмерть, воплощенная в облике Рамы, явилась, чтобы забрать тебя от нас Ты не слушал моих слов, когда я предостерегала тебя От вражды с Рамой, и вот ты лежишь, сраженный на поле боя И тело твое, покрытое кровью, уже похолодело Не слушая советов мудрых, ты привел в свой дом Ситу, Который воспылал внезапной любовью, и вот она погубила тебя Если бы ты вернул ее Раме, когда все просили тебя об этом Ты был бы жив, и не случилось бы этой беды И что ты нашел в ней? В твоем гореме есть женщины, много красивее ситы И ни рождением, ни красотой, ни достоинством дочь Джанеки Не равна мне, но ты не видел этого, о безумный Теперь она, избавившись от невзгод, насладится счастьем С возлюбленным супругом, а я, я несчастная, низвергнутая В пучину горя, стала вдовою, лишилась всех богатств И наслаждений, которые разделяла с тобою О проклятие неверной судьбе! Так вопила и стена Ламандодери, обливаясь слезами Вепхишин и меж тем сказал Я не думаю, что должно совершать погребальные обряды ради того Кто при жизни, отрекшись от благочестия, был безжалостен, коварен и лжив И похищал чужих жен Он враг мой в образе брата О, Рама, пусть назовут меня люди жестоким Но хотя он и брат мой, помня о его злодеяниях Я не могу свершать для него обряд Но Рама сказал Ты не прав, о царь Ракшасов Хотя и совершил он при жизни много злого Он был воином могучим, отважным и стойким в бою Он пал в битве И вражда кончается вместе со смертью Сверши для него все, что должно свершать для умершего И мудрые одобрят тебя И Вепхишина повелел приготовить все для сожжения тела Раваны Брахманы покрыли тело павшего царя шелковой тканью И поместили его на золотой ложе Под звуки труб они воспели ему хвалу Затем, подняв его, они двинулись на юг к месту сожжения И все Ракшасы во главе с Вепхишиной последовали за ними И жены Раваны, и жрецы, знатоки и аджурведы с горящими факелами в руках На месте сожжения жрецы соорудили согласно обряду погребальный костер Из сандалового дерева и благоухающей травы ушира Покрыли его шкурой антилопы и воздвигли алтарь Поместив тело Раваны на костер, брахманы окропили его плечи маслом Затем они совершили возлияние предкам владыки Ракшасов Потом заклали жертвенных животных согласно предписаниям шастр И покрыв тело драгоценными тканями и благоухающими цветочными венками Вепхишина и друзья умершего посыпали его сухими рисовыми зернами И согласно обряду Вепхишина зашел в костер под стенание и вопли осиротевших жен Раваны Затем все вернулись в город Затем все вернулись в город Затем все вернулись в город